На Мальте прошла церемония открытия детского конкурса песни Евровидения. Евронеделю начались от зрелищных традиций. Конкурсанты из 17 стран подефилировали по красной ковровой дорожке, после чего путем жеребьевки определилась очередность выступлений делегатов 20 ноября. Подробности у нашего корреспондента Нины Можейко. Красная ковровая дорожка – церемониал, от которого не стали отказываться и в этом году. Мальта, как страна, где чтят традиции, дефиле конкурсантов устроило рядом с классическими театральными декорациями, прямо на улице. Здесь же разместили и телевизионные камеры. Телевидение Мальты, адрес одного из старейших театров Мануэль, превратило в натурную площадку для съемок. Красное ковровое покрытие гармонировало со средневековой брусчаткой. По ней продефилировали 17 стран. Белорусский флаг Александр Миньонок и шоу-балет «Сенсация» в сопровождении главы делегации пронесли под конкурсную композицию. Музыку побед! Рекордное количество участников за все предыдущие годы. Двузначное число подчеркивает, из года в год участие в конкурсе не перестает быть престижным. Фешенебельную традицию продолжили в стенах театра на манер шекспировского глобуса, хоть и строился на два столетия позже. В этих стенах принимают оперу. Впервые здесь на Мальте во второй раз прозвучали популярные аккорды детского Евровидения. Австралия второй раз участвует в конкурсе. В этом году свою страну я представлю с песней, которая рассказывает о всех. Неважно, где вы живете, важно, кто вы есть. Триумфальное возвращение конкурса на Мальту стало возможно благодаря феерическому выступлению Дестини Чукуньер, победительницы прошлого года. Белорусский конкурсант Саша Миньонок меня покорил еще тогда, когда я услышала его песню впервые. Он очень смелый, ничего не боится. Удачи ему! Удача Саши пригодилась. Жеребьевка решила, в какой первой или второй половине телешоу будет выступать наш делегат. Мизансцену разыграли по законам жанра. Свитки с указанием открывались согласно вытянутому номеру. Миньонок и шоу-балет «Сенсация» выступят в прямом эфире 20 ноября в первой половине телешоу. Я выйду на сцену, отработаю полностью свой номер на 100%, даже на миллион процентов, и постараюсь сделать так, чтобы наша страна победила. После формального перешли к неформальному общению. Селфи и даже танцы начались сразу после прямого эфира на мальтийском телевидении. А эти кадры наверняка попадут в новостные ленты. Нина Можейко и Николай Рузавин, агентство теленовостей «Мальта».